Добрый день, мои зрители! Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и бразильский мундиаль готовится помахать нам рукой. Но прежде мы, конечно, станем с вами свидетелями самого главного события, ради чего весь этот турнир проводился. Это финальный матч, который и определит нам чемпиона этого турнира. Пройдет матч на Великой Маракане. Сегодня в 11 часов по московскому времени. Наверное, это самая весомая вывеска за последние 30 лет. Две сборные уже в третий раз за это время встречаются в финалах именно в Мундиале. Но об этом я чуть попозже расскажу. А сейчас скажу, что два полуфинала, в которых играли эти команды, получились абсолютно разные. Вот заставка финальная, вы видите, у нас конкретный прям финал. Матч Бразилия-Германия напомнил нас поединок боксеров в супертяжелом весе, где хозяева в итоге оказались в углушительном нокауте. То Аргентина и Голландия разыграли шахматную парку, в которой удача оказалась на стороне стратега Сабалье и Йоахима Лёб, который сейчас с ним пожал руку. Гимн Германии. Аргентина на этом турнире предстала, пожалуй, самой тренерской командой, где свободу действия получил только один футболист. Естественно, это Лео Месси. Гимн Аргентины. Все остальные были сплетены в хитроумные тактические кружева Сабалье, который грамотно построил игру сборной под каждого отдельно взятого соперника. А вот Лёб и его команда предстали на наш суд тики-таку нового поколения, скажем так. В составе этой сборной собрались исключительно талантливые и мастеровитые футболисты, которые понимают друг друга с полуслова. Неудивительно, что именно Bundesmannschaft, подавляющее большинство, называют фаворитом этого матча. И вот их состав. Впрочем, о чем я говорю? Какие могут быть фавориты в матче такого калибра? Германия и Аргентина на этом турнире ни разу не оступились, а значит, именно они достойны того, чтобы разыграть золотые медали главного футбольного турнира на нашей с вами планете. В составе Аргентины здесь есть Демария. Играть именно за эту сборную я буду, но под вопросом его участия в финальном матче. Надеюсь, что аргентинцы и без этого футболисты попробуют справиться с немецкой машиной. Ну, а я начинаю рассказывать про историю противостояния. Да, за последние 30 лет это уже третий финал между этими командами. И объясню, как я познакомился вообще с этим противостоянием. Сначала 86-й год. Я не мог смотреть в 86-м году финал, потому что мне было всего два годика. И, конечно, для меня тогда футбол еще ничего не значил. Тогда, наверное, для меня значили. Какие-нибудь рисунки. Игуаин один на один выходит. Открывает счет. Вот так вот. Вот это начало. Гонсало Игуаин. Да, если так аргентинцы обрушатся первым забитым мячом на немцев, те могут потеряться. Кстати, Аргентина, в отличие от Германии, ни разу не была уступающей стороной на этом турнире. Вот так вот. Выход один на один. Удар в дальний угол. И лучший вратарь этого турнира, бесспорно лучший вратарь Нойер, ничего не смог поделать. Так вот, если говорить о том, что кто проигрывал, кто не проигрывал, немцы-то уступали Гане, если вы забыли. И они как бы знают, как отыгрываться. А вот Аргентина будет очень интересно посмотреть, как она будет себя вести, если она начнет уступать в счете. Но пока в моем прогнозе они не уступают. Они наоборот ведут и атакуют. И еще есть момент у Аргентины. В том году эти команды встретились в финале. И аргентинцы тогда победили со счетом 3-2. Классный был финал. 2-0 Аргентина вела. 2-2. И за чемпионца великолепный Марадон отдал голевую передачу. И вот с его передачи аргентинцы победного забили. Ну а потом был 90-й год. И вот этот турнир я уже смотрел. Это был первый турнир для меня вообще в моей жизни. Я помню из всего турнира только матч открытия и конечно же финал. Почему финал? Ну тогда 6-летним пацаном невозможно было не влюбиться в игру Диего Марадонны. И конечно в финале я поддерживал именно сборную Аргентины. Но немецкая машина заставила ненавидеть себя после победы в том матче 1-0 над командой Марадонны. И связано это все было с тем, что немцы во-первых забили гол с пенальти которого не было. Если кто-то мне не верит, то пересмотрите видео. Все это доступно в интернете. Так вот пенальти там не было. А потом, плюс еще аргентинцы естественно играли в десятером. Немцы очень грамотно этим воспользовались. Ну а потом сборная Германии позволила себе вот этот жест, который до сих пор я вспоминаю. В разговорах, обсуждениях игры сборной Германии. Опять Мойер мяч на угловой переводит. Так вот, раньше в правилах, если кто-то из вас не в курсе, позволялось вратарю... Ух, какой гол! Да ладно, Роха, вот это удар в дальний просто! Нойер ничего не может сделать Аргентина! 2-0 ведет в финале, ребятушки! Это сверх фантастики! Немцы негодуют! Посмотрите, как он принял мячик в лед в дальний угол! Вот это гол получается в финале чемпионата мира! Да, не знаю, что немцы будут делать дальше. Боюсь, они не отыграются уже. Феерично начался у нас прогноз на финал. 17-я минута, 2-0. Аргентина впереди. Так вот, тогда позволялось вратарю брать мяч в руки от своего защитника. И мой детский мозг не мог воспринимать подобный футбол, когда футболисты сборной Германии, а точнее 2 крайних защитника, я, к сожалению, конечно, сейчас фамилии не вспомню, хотел пересмотреть, но времени у меня не хватает. Я пытаюсь для вас успеть все это видео записать вовремя. Так вот, я наблюдал, как в течение 5-ти, наверное, последних минут после забитого пенальти, а пенальти, напомню, был забит тоже на 85-86 минуте, то есть там буквально уже в конце встречи, немцы катали мяч от защитника к вратарю. И вратарь брал его все время в руки, когда нападающий с ним сближался. Вот так вот, представляете? И сборная Германии, конечно, тогда кучу ненавистных отзывов в моем лице услышала. Поэтому для меня сборная Германии в какой-то степени осталась вот с этой вот машиной, которая только на результат работает, а никакой красоты футбола не показывает. Сейчас, да, сейчас отношение к немецкому футболу изменилось. Более осознанное, более, скажем так, взрослое какое-то стало. Еще один опасный удар, рикошет, ну, по-моему, от своего. Так вот, сейчас, конечно, немцы и немного другую показывают, но все-таки иногда вот эта прагматичность проскакивает в игре. И болеть, конечно, за сборную Германии я не могу. Делал это единственный раз в полуфинале Чемпионата Мира 2006 года, и то, потому что болел против сборной Италии, а не за сборную Германии. Ну, да ладно. Так вот, в 90-м году немцы взяли реванш за 86-й год, и штанга! Какой момент сейчас у немцев был! Могли забивать, Ромеро уже ничем не мог помочь своей команде, но штанга зато спасла аргентинские ворота, Германия продолжает атаковать! Еще один момент опасный! Не было офсайда точно, и осин должен был уменьшать разрыв. Да, две суператаки Германия провела, вот, она говорила, что будут немцы делать. Вот, что они будут делать, пытаться отыгрываться. Так вот, взяли реванш немцев в 90-м году, и дальше был 2006-й год противостояния на чемпионате мира, который в самой Германии проходил, и встретились эти две команды на стадии четвертьфинала. Тогда еще Клинсман был тренером сборной Германии, и в серии после матчевых пенальтов только определялся победитель. Естественно, у немцев еще один момент, и гол Германия забивает! Да, офсайд был! Ух ты, какой горячий финал у нас получается! 2-0 счет прежний, но немцы вот забили. Я не засчитал, да, офсайд там был все-таки. Так вот, Германия только по пенальти смогла одолеть Аргентину, но перед матчем Карлос Тевис, которого тогда еще звали в сборную, в отличие от нынешнего года, высказывался, что он будет исполнять пенальти ворота Лемон таким образом, что Лемон будет бить прям, целиться в голову вратаря немецкой команды. И если не забьет это пенальти, то просто снесет в голову вратарю. То есть, вот до такой степени ненавидят эти команды друг друга. В итоге все переросло в потасовку после матчевую. Если тоже не видели этих моментов, посмотрите обязательно. Было очень интересно. После того, как аргентинцы последние пенальти не забили, все переросло в потасовку. Там была драка, в которой Бирхову там досталась. Ну, ужас, короче. Вот так вот в 2006 году их противостояние произошло. Но и в 2010 на чемпионате мира, то есть, третий подряд чемпионат мира, они опять между собой встречаются. Но и в 2010 Германия встречалась с Аргентиной. В ЮАР тогда чемпионат мира был. И там в преддверии этой игры были еще товарищи. Игры, ух ты, еще какой момент. Классный удар, но чуть мимо. Так вот, были еще и товарищи матчи, в которых я уже не помню. По-моему, да, немцы победили там 1-0. И в том матче последний, последний слой игру за сборную проводил Балок, да, Балок. А Мюллер дебютировал тогда за сборную. И Марадон, на который был тренером сборной Германии, отказался давать интервью, пока с ним рядом стоял Мюллер. Нынешний Мюллер, который сейчас вот со своей командой атакует аргентинские ворота, но пока безуспешно. Роме расправляется вместе со штангами, с натиском атак. Первый тайм подошел к концу, 2-0 Аргентина впереди, но игра достаточно равная. Просто аргентинцы использовали свои моменты, а немцы пока не могут этого сделать. Посмотрим, что изменится во втором тайме у нас. Ну, начнем. Без остановки, в общем-то, замены пока не будем делать. Так вот, Марадон отказался давать интервью при Мюллере, который стоял рядом. Он его вообще воспринимал, кто это такой вообще? Что вы мне даете интервью вместе с ним? 1-1 выход сборной Германии. Ромеро! Что творит аргентинский вратарь? Выбей мяч, пожалуйста! Он чуть автогол еще себе не забил. Ух ты! Как горячо на поле-то у нас. Мраканы. Надеюсь, сегодня вечером будет не хуже матч, потому что у меня он получается просто великолепной подачи. Кстати, пока без участия Лионеля Месси. Его вообще не видно на поле. Зато другие герои в этой встрече, вот, например, уратарь Ромеро, просто может стать лучшим игроком этого матча. Так вот, Марадон отказался давать интервью в том товарищеском матче. Какой удар сейчас был! Чуть мимо. Так, продолжаем. Никак не могу историю-то рассказать. Это был товарищеский матч, Марадон отказался давать интервью. А через несколько месяцев они встретились уже на самом чемпионате мира в четвертьфинале, опять-таки же, в ЮАР. И там Мюллер просто начал на третьей минуте, забил свой гол, доказав Марадону, что он далеко не мальчик какой-то, а уже состоявшийся футболист. И Германия тогда разгромила Аргентину со счетом 4-0. Унизив команду Марадону, вместе с лучшим игроком планеты на тот момент Лионелем Месси, который уже получил первый, по-моему, свой золотой мяч, или второй, второй это был золотой мяч, точно. Все же ругали тогда Месси, он провалил вроде как игру за сборную, а ему дают золотой мяч, ну, за клубные заслуги. Так вот, Аргентина тогда 4-0 уступила. И вот сейчас, третий подряд чемпионат мира, третий финал за последние 30 лет между этими командами. Сверхпротивостояние. Серьезно. По личным встречам, аргентинцы ведут, у них 9 побед, против 6 побед немецких. Еще какое-то количество ничьих, но я, конечно, не помню. Вот. Но самое, что интересно, разница забитых мячей равная. А, если брать историю чемпионатов мира, то здесь только раз аргентинцы победили, в упомянутом, но уже финале, 86-го года. Вот так вот. В остальном только немцы одерживали победу, и, по-моему, одна ничья там была. Так что, Германия, конечно, будет фаворитом по игре в этом турфинале. Месси бьет! Ой, чуть-чуть не попадает. Так вот, Германия будет, конечно, фаворитом. Я уже про это говорил, но какие тут нахрен фавориты? Тут у нас финал чемпионата мира, и фаворитом быть не может, тем более, вы видите, в Германии ничего не получается, как, в общем-то, и у Бразилии в полуфинале против них, ну, и как и у Бразилии в матче за третье место. По поводу игры сборной Бразилии можно много и долго рассуждать. Еще один опасный удар. Да, Аргентина сегодня дальними ударами атакует постоянно ворота Нойера, и не со всеми Нойер справляет. Так вот, по поводу игры сборной Бразилии можно регулярно говорить и вспоминать теперь и хорошие, и плохие матчи, и невзрачные, и яркие, но все-таки проблема бразильцев, нехватки нападающих, и вот особенно центральных, сказалась. Бразильцы не смогли вчера в атаке против голландцев ничего хорошего создать, и Голландия, в общем-то, спокойно победила. Да, Неймара не было, нету креатива в игре сборной Бразилии, и плюс ошибки Скалария в составе, как мне кажется, повлияли на результат. Ну да ладно, поздравляем голландцев с третьим местом, хотя на самом деле голландцы, конечно, уже устали быть вторыми, третьими. Ой-ой-ой, еще Ромеро выручает команду, немцы какие кружева плетут. Тут штрафной площади и на подступах в эту штрафную я, у меня аж закружилась голова, серьезно. Так, мяч уходит на аут, и давайте, наверное, нажмем старт и сделаем замены. Нам пора, это уже. Вот Гага, например, устал. Так, Переза мы его заменим, и Гонсал Игуаин уставший. Давайте, наверное, выпустим Паласио. И выпустим Лавеси, он заслуживает сыграть в финале. Выходит он вместо Демарии, да, вместо Демарии, а Переза мы с ним махнем местами и Лавеси чуть из глубины будет атаковать из-под Месси. Хотя, по-хорошему, можно было бы... Нет, ладно, да, вот так вот и сделаем. Будет, я думаю, все это смотреться нормально. так, а почему мне не дают замену сделать? Меджин Аут ушел. Я вроде бы до того, как он ушел, нажал старт. Ну, да ладно. Ой-ой-ой-ой, ошибочка, ошибочка Гёце. Ой, и удары Ромеро еще раз выручаются. Бьются о стенку под названием Ромеро. Так, замены. Представляете, если после сегодняшнего матча не Нойера, а Ромеро назовут лучшим ротарем турнира, вот это будет сюрприз. А что, вполне возможно. FIFA разные, может сюрпризы нам выкинуть мяч у Германии. Швайнштайгер бьет поворотом, но как-то удар у него не очень получился. И могут аргентинцы в контратаку убежать, а Гуэра уже подуставший пас на Паласио, но тот, но тот бежит не совсем к мячу. Азил. Перед ним было три человека, он их практически всех обыграл, бьет, и здесь уже Ромеро спокойно мяч забирает, так как удар был заблокирован. 79-ая минута, совсем чуть-чуть времени остается у немцев, чтобы отыграться. Пока ничего не получается. Пока Ромеро лучше, чем вся атака Германии. Ну и вот уже у Мерцезакера силы кончаются. Он передачи отдает неточные. Хотя, конечно, и аргентинцы подустали. Чувствуется все это. Суббалетто. Просит Палася передать, что Балетто ошибается с пасом. Лам. Швайнштегер бьет. Какой сейф. Очередной супер сейф от Ромеро. Так, Кунус уходит, по-моему, с поля. А, Йовенас. Нет, Шурли подольщики выходит. Да, Гетса и Йовенас ушли. Кросс будет подавать сейчас угловой. Ай-яй-яй, штанга! Да ладно, да не может так много не вести немцам. Я уже сам не понимаю, что происходит. Сборная Германии в шоке. вся Аргентина отбраняется просто вместе с Лео и со всеми. Месси пока не может никак себя проявить в этой встрече. Не лучше он далеко игрок, потому что лучше это штанги сборной Германии и их вратарь Ромеро. Ой, сборная Аргентины, извиняюсь, я уже заговариваюсь, какой финал получается великолепный. Мне, на самом деле, сегодня все равно, кто станет чемпионом мира. Но вот, если игра будет такая, невозможно остаться в стороне и, конечно, такой финал должен захватывать. Так, классный перевод у нас. Агуэра. Передача на Лео. Лео бьет издалека. Штанга теперь уже немцев спасает. Месси мог отличиться в финале. Конечно, он этого жаждет. Угловой. Сколько моментов. Сколько моментов у той и у другой команды, но одна смогла забить даже дважды, а другая не может пока никак. Финальный свисток. Все, Аргентина чемпион мира в моем прогнозе. И вот он, тренер-герой. Сейчас мы увидим с вами, конечно, обязательно это награждение и все остальное. Ну, естественно, будем ждать вечернего матча. Напомню еще раз, в 11 по московскому времени. Да, Мюллер очень расстроен. Мы можем, конечно, сегодня слезы увидеть. Но я надеюсь все-таки на то, что история возьмет свое. Обычно чемпионами становятся латиноамериканские команды у себя на континенте. И, ну, пускай Аргентина станет. Хоть им расстроить всю Бразилию, вся Бразилия сегодня будет болеть против Аргентины, это уж точно 200 миллионов. Желают своим злейшим врагам только поражения. Ну, не знаю. Вот и рукопожатие Зеппа Платтера. Вот и вся сборная Аргентины. Роха, который приедет у нас... А, нет, Гарая у нас приедет играть за Зенит. Вот, может стать чемпионом мира сегодня. Ну, и, конечно, сейчас мы должны увидеть, как Лео Месси поднимает Кубок Мира. И, конечно, он сам очень и очень этого хочет. Пожелаем удачи и одной и другой команде в сегодняшнем финале. Вам напоминаю, что вы должны подписаться на канал, поставить лайк, болеть за свои команды и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok